Сейчас мы с вами заходим в небольшой холл, который будет уже выражен как формат таких интересных экспозиций, которые будут делаться вместо молодежи, соответственно, букроссинг из открыток, которые кто-то привозит из дома, у кого-то, возможно, остались шопперы. Будем думать о такие новые возможности создавать. Вот так проходит ремонт в квартире. Этот необычный проект был открыт в сентябре прошлого года. Его главной целью было дать детям и подросткам пространство, в котором можно интересно провести свободное время. За этот срок мы успели здесь какие-то новые подводные камни. Где-то здесь дует из-под пола, нужно обязательно это заделать. Вот сейчас пока идет ремонт. Подумали, что нужна обязательно входная группа, где бы человека сразу встречал администратор. Гардеробная система, которая будет многофункциональной, которую можно будет, например, в течение года вешать, в течение холодного времени года, вешать, соответственно, верхнюю одежду, а в летнее время года использовать ее как формат, например, для выставок. То есть, чтобы это было тоже многофункциональной нами зоны. Всего в квартире четыре комнаты, два балкона и коридор. Каждое из этих мест будет переоборудовано под нужды детей. Что-то станет кухней, а что-то местом для учебы или работы. Соответственно, дальше у нас с вами сейчас открыта небольшая кладовка, в ней будет все складываться. Соответственно, рабочий кабинет. Кабинет каворкинга, тот, который сейчас находится в покраске. Его сейчас грунтуют для того, чтобы покрасить. Соответственно, заменено освещение, полностью проводка, по стенам пущены розетки, чтобы можно было свободно прийти и сесть и уже работать за своим компьютером, либо компьютер, который предоставляет пространство. С ремонтом квартиры помогают не только местные жители и посетители пространства, но и копейские волонтеры. Они и красят стены, и собирают новые стулья для детей. Мы сегодня собираем 29 стульей. Я не знаю, соберем ли мы их сегодня, либо это продолжится на несколько дней, но мы сегодня собираем стулья. Ну, вообще, пространство очень хорошее, и как бы они пришли к нам в центр, но я думаю, почему бы к ним не прийти, просто попить счетчик, познакомиться. Потому что люди очень хорошие, и почему бы с ними не завести какие-нибудь знакомства. Нас позвала сюда наша географичка, ну и мы сюда пришли, нам стало интересно, и все. Мы сейчас красим вот здесь вот. У нас вот какая красивая квартира-то теперь будет. Когда все доделается, ты и будешь сюда приходить? Конечно, здесь можно чай хорошо попить с друзьями. В планах у руководителей квартиры завершить ремонт к концу лета. А торжественное открытие обновленного пространства пройдет в начале сентября.